добрый вечер уважаемые друзья добрый вечер коллеги партнеры прошу вас поставьте пожалуйста плюсики если меня слышно видно в нашем чате у нас сегодня с вами речь будет о компании skyway капитал лиминар будет состоять из двух частей первая часть посвящена кратко краткой истории развития струнных технологий о чем вообще скажем так мы говорим куда мы привлекаем инвестиции вторая часть будет непосредственно предложение компании skyway капитал вот я вижу что плюсики вы поставили очень здорово я вижу что у нас есть люди из херсона и самары из алматы география такая достаточно разнообразная я назвал скажем так как минимум три города из разных государств это российская федерация это казахстан это украина вот итак коллеги технология skyway и компания skyway капитал буквально в самом начале нашего вебинара прежде чем рассказать кратко о том что из себя представляет сама технология я вижу актом от октабе казахстан это город актюбинс когда-то назывался советском союзе кстати я думаю что на то вы были наши вебинарной комнате да и звучала песня роза рымбаева вот кстати эта песня 1979 года может даже немножко пораньше потому что она была в песне года это созвучно в принципе с темы нашего вебинара потому что струны технологии как раз таки появились в конце 70-х годов итак коллеги компания skyway капитал основные четыре момента на которых стоит застрять внимание первое то что компания под названием first skyway invest group зарегистрирована на территории великобритании вы видите номер компании которую вы можете скопировать записать зайти на сайт официального регистратора на британских островах и найти информацию по компании first skyway invest group торговая марка данной компании под которой мы работаем называется skyway капитал компания является официальным партнером группы компаний skyway по привлечению инвестиций то есть основная наша задача это привлечение инвестиций с целью финансирования новой инновационной транспортной технологии разработана натуре дардовичем юницким то есть своими действиями способствуем выводу нового транспорта транспорта недалекого уже будущего до свет в планах выведение транспортной технологии в 2017 году на мировой транспортный рынок и компания работает по методике которую когда-то скажем так переняла у корневой компанию компания свой систем называется это крауд инвестинг или народное инвестирование данная платформа данная методика полностью себя оправдала практически все действия которые на сегодняшний день происходит у нас на территории республики беларусь где осуществляется строительство демонстрационного участка это на деньги частных инвесторов которые пришли к нам в компании именно по методике крауд инвестинга человек который является организатором всего этого до идейным вдохновителем и виновником в положительном смысле слова это натуре дар учениц советский белорусский российский ученый предприниматель изобретатель который в далеком конце 70-х годов прошлого столетия начал продвигать свою технологию за время развития внедрения данной технологии он руководил двумя проектами организации обменных наций то есть эксперты данной структуры давали свои экспертные оценки и увидели перспективу в разработке внедрения струнного транспорта в жизнь людей всего земного шара потому что вы знаете он это международная организация которая в себе объединяет практически все страны находящиеся на планете земля федерация космонавтики ссср это та структура которая одна из первых признала всю перспективность развития внедрения струнных технологий это членом федерации которой анатолий дар ученицкий стал восьмидесятых годах двадцатого века у анатолий дар ученицкого более 140 изобретений на сегодняшний день несколько десятков из них уже реализовано на практике целом ряде направлений промышленности и сельском хозяйстве у него 18 монографии более 200 научных работ и большинство из которых вы можете прочитать на сайте инженера юницкого увидите ссылку на этот сайт www.unitsky.com там огромный пласт информации техническая информация касаемо технологии экономической информации да почему выгодно данной технологии и его скажем так применение в жизни людей вот там огромный пласт есть видеоинформации вы можете посмотреть видеоматериалы размещенные на этом сайте посмотреть два фильма об анатолий дарыч один из них был снят еще при советском союзе да и второй уже был снят когда белоруссия стала независимым государством была снята передача целая о известных и знаменитых белорусах что еще хотелось бы добавить анатолий дарыча юницкого три высших образования первое из них инженер транспорта второе образование это патентное право изобретательства и третье образование проектирование строительства высотных зданий инфраструктурных сооружений на данном слайде мы остановимся с вами буквально через пару минут ну а прежде чем дать информацию краткой истории струнных технологий я хочу вам включить ролик который продемонстрирует что из себя представляет технология небесных дорог и технология также называется транснет то есть транснет это новая новый вид мировой паутины следующий вид до мировой паутины мы знаем с вами мировую паутину под названием интернет которая за последние десятилетия прочно вошла в нашу жизнь сегодня интернет нам позволяет обучаться дистанционно общаться друг с другом вот таким вот образом да дальше осуществлять какие-то банковские операции приобретать себе что-то каких-либо интернет магазинах и много-много чего еще важно осознавать что данная технология эти технологии до организовали огромное количество высоко квалифицированных рабочих мест появилось огромное количество оборудования устройства которые необходимы для того чтобы скажем так интернет приносил от удовольствие удовлетворения до от просмотра каких-то фильмов передач возможно вплоть до образования и денег огромное количество видов бизнеса переместились в интернет сегодня и зарабатывать миллионы и миллионы долларов благодаря тому что появилась эта сеть это удобно это просто так вот технология транснет это как я сказал следующий виток мировой паутины только эта мировая паутина перемещение грузов людей и все преимущества развития интернет-технологии эти технологии эта технология разработана от улего рода чуменицком питает в себя еще добавить нам те прелести которые несет себе новую инновационной транспортной технологии струны технологии мы чаще говорим о транспорте хотя струны технологии это также строительство мостов взлетно-посадочных полос аэропортов аэродромов это струнные порты которые могут быть вынесены в акваторе океана от берега да это экономит огромное количество денежных средств как при строительстве так и при эксплуатации данных сооружений также это строительство зданий как высотных зданий струны технологии применимые в этом направлении так и домов частных для людей для семей то есть одно двухэтажных домов на крыше которых кстати можно скажем так разместить сад можно выращивать какие-то зеленые насаждения об этом тоже у нас идет речь и так коллеги технология транснет буквально две минуты и будем с вами дальше двигаться по информации нашего сегодняшнего вебина транспортные пути живительные артерии современного мира кровеносная система глобальной экономики должна непрерывно поддерживаться в тонусе и обновляться представьте себе быструю и экологически чистую транспортную систему для строительства который потребуется в десятки раз меньше материалов земли средств чем для классических дорог в мире нет аналогов этой системы хотя все ее элементы известны и используются сегодня традиционной транспортной системы не оптимальны и не отвечает требования времени к идее новой транспортной технологии меня подтолкнула природа основа транснета жестко струнного рельса по своей сути мостовой ванты струна зашита в балку жесткости становится легкой но необычайно прочной путевой структуры транснет изобретение юницкого признанная в научном мире и проверенные годами испытаний запатентованные технологии это коммуникационная система из трех составляющих специальная путевая структура установленная на опорах подвижной состав на стальных колесах инфраструктура транспортная энергетическая и информационная расположение путевой структуры над землей имеет принципиальное значение для удешевления строительства и бережного отношения к экологии а также для обеспечения высокого уровня безопасности транснет очень простая и универсальная система спектр ее применения практически не ограничен технологии транснет эффективны в самых разных отраслях экономики при разработке месторождения при транспортировке грузов в труднодоступных и малоосвоенных районах северороссий транснет это еще и высокоскоростной и комфортный городской и междугородний пассажирский транспорт итак олеги роли который в принципе дает полное представление что и себя представляет транспортной системы разработанной дорогим юницким и это транспортная система как я уже нагло заявлял начале нашего вебинара ближайшее время будет внедрена в нашу с вами жизнь то есть она придет на смену тем транспортным системам которые мы сегодня с вами используем повседневно а вы знаете их у нас принципе основных крупных до транспортных систем и четыре которые скажем так используют человечество здесь на земле еще есть одна которая называется космическая транспортная система это выведение единиц людей до в космос и каких-то грузов на международную космическую станцию чтобы эти космонавты которые там болтаются от недели до полутора лет порой было что им кушать и чем заниматься да кстати космическую технологию анатолий дарвич юницкий скажем сравнивает своих трудах с телегой потому что грит одна лошадь за год перевезет свои телеги гораздо больше чем то количество груза который за год при помощи тех пусков ракет что осуществляет человечество выводится на орбиту и так коллеги я вижу что не все смогли посмотреть данный ролик поставьте пожалуйста плюсики всем бы было всем ли было видно вот я ответил анатолий может быть не совсем грамотно написал перезагрузитесь комнате да потом написал перезайдите потому что перезагрузиться в комнате можно чем угодно правда шмотками можно перегрузиться сумки какие то там можно жидкостью перегрузить голову либо печень это плохо скажется скажем так на состоянии здоровья поэтому правильно все таки ответ был перезайдите в комнату и так коллеги краткая история развития струнной технологии то есть ее условно можно разбить на четыре этапа. Первый этап достаточно продолжительный, это 77-й и середина 90-х годов прошлого столетия. Именно это время заняло то, что была подана первая заявка на изобретение, были опубликованы первые публикации по струнным технологиям. Советский фонд Миров выделил первый грант на развитие технологий. В 80-х годах прошла первая научно-практическая конференция на территории Беларуси, это было в Гомеле, где речь заходила о струнных технологиях в том числе. То есть это то, что происходило на первом этапе развития технологий. Второй этап с 95-го по 2000-й год, тяжелое время, но тем не менее Анатолий Дарвич занимался развитием своей технологии, у него была своя научная школа, было проведено большое количество испытаний в аэродинамической трубе, также были представлены первые физически действующие модели, которые продемонстрируют, что из себя представляют струнные технологии, а действующая физическая модель говорит о том, что то же самое можно достичь большого масштаба, то есть в увеличенном масштабе, потому что сам принцип был продемонстрирован. На данном этапе был получен первый грант организации обменных наций, и по сути дела отработано первое поколение струнных технологий. Но если сравнить с тем, что мы делаем сегодня, это сравнение как первого самолета братьев Райт, который был сделан из фанеры и пролетел несколько секунд над землей, с современными боингами, эрбасами, современными самолетами фирмы сухого и так далее. Это было на втором этапе. Третий этап, очень важный. Был такой чиновник, одно время он был генерал армии, если не ошибаюсь, не помню, достиг ли он этого звания, но тем не менее, был такой Александр Лебедь, командующий 14-й армией, потом он стал политиком, потом он стал губернатором Красноярского края, и именно он посодействовал тому, что Анатолию Даровичу Юницкого с 2001 по 2009 год в подмосковном городе Озера был свой собственный испытательный участок, испытательный полигон, как я уже назвал, это был в подмосковном городе Озеры, и именно на этом полигоне технология была продемонстрирована миру. Именно в это время были основные публикации по струнным технологиям в целом ряде изданий. Именно в это время технология была подробно показана на целом ряде мероприятий, посвященных науке и технике. Был целый ряд тематических передач по телевидению, и довольно часто говорили о данной технологии в новостях на центральных каналах телевидения российского. На этом полигоне был отработан целый ряд методик, проведены испытания, целый ряд международных делегаций посещали данный участок местности в Подмосковье, где-то более 100 километров от Москвы. Планировалось построить дорогу от Озер до Москвы. То есть люди с разных концов земного шара увидели, что из себя представляют струнные технологии, и целый ряд государственных структур Российской Федерации, эксперты этих структур, давали свои заключения по поводу технологии, разработанной Анатолием Городовичем Юницким. В конце этого этапа, третьего этапа, технология была продемонстрирована президентом Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Это было сделано в Ульяновске, губернатор Ульяновской области, который, кстати, до сих пор действующий губернатор, представил президенту страны технологию, разработанную Юницким, предложил ее внести в список критических, которые нужно развивать на территории Российской Федерации. По-разному отнести чиновники, находящиеся на данном госсовете, кстати. Это все демонстрировалось в прямом эфире на канале Вести. Был такой канал Вести, по-моему, Вести 24, сейчас называется Россия 24. Так вот, после этого мероприятия было принято решение выделить сумму порядка миллиарда рублей на развитие технологии. Это было в привязке к Ульяновской области. К сожалению, через короткий промежуток времени данный полигон перестал существовать. То есть его разобрали буквально за считанные дни или часы. Важно, что Анатолий Дарвич не опустил руки. Важно, что он продолжал вести работы по развитию своей технологии и искал способы, как ее реализовать. Было проведено большое количество переговоров в период с 2010 по 2014 год с людьми мира бизнеса, с чиновниками разного уровня целого ряда государств. К сожалению, ни одни из них переговоры не закончились положительно. То есть кто-то долго тянул валынку, кто-то говорил, да-да, это интересно. Люди мира бизнеса в итоге под конец всех этих переговоров приходили к одному предложению. Давай мы технологию тебе денег дадим, технологию заберем себе, а ты, пожалуйста, ее реализовывай, но это будет наше. На что Анатолий Дарвич не пошел. Так вот, на четвертом этапе, уже на котором мы находимся сейчас, было принято решение оценить интеллектуальную собственность Анатолия Дарвича Юницкого. Это сделали независимые агентства и компании европейские. И в итоге была дана такая оценка. Если все то, что говорит Юницкий, правда, если вся его интеллектуальная собственность, все его ноу-хау, которые он разработал за это время, приведут нас к тому, что он говорит, соответственно, стоимость данной технологии 400 миллиардов долларов США. Было принято решение зарегистрировать на территории Великобритании компанию, выпустить на 400 миллиардов долларов акции этой компании и приступить к финансированию данной технологии посредством краудинвестинга. То есть привлекать инвестиции от физических лиц, от обычных людей, таких как мы с вами. Первые инвестиции в наш проект были сделаны в январе 2014 года. То есть фактически сегодня мы близки к той дате. Два года прошло с того времени, как пришли первые инвестиции. Что еще хотелось бы отметить? То есть за эти два года, скажем так, количество партнеров и инвесторов в наш проект составляет там уже больше сотни тысяч человек. И все, что происходит на сегодняшний день, это строительство экотехнопарка на территории Республики Беларусь с целью демонстрации возможности струнного транспорта уже четвертого поколения. Потому что на полигоне в озерах с 2001 по 2009 год было отработано второе поколение струнного транспорта. Кстати, мы на следующем слайде увидим короткий перечень структур, которые давали свои экспертные оценки. Их было гораздо больше. Цель всего того, что мы делаем, привлекаем инвестиции, финансируем технологии, это демонстрация возможностей транспорта, это проведение сертификационных работ всех трех сегментов. Грузового транспорта, городского транспорта и высокоскоростного международного, междугороднего транспорта. И 2017 год, выход на международный рынок с транспортной технологией на транспортный рынок и со своими долями акций, долями компании, которые сегодня может приобрести каждый инвестор на очень выгодных условиях, со высоким уровнем доходности, выйти на рынок финансов. И прежде чем двинуться дальше по нашему вебинару, я все-таки хочу показать о том, видеоролик, который продемонстрирует нам то, что технология действительно известна, то, что она была продемонстрирована на целом ряде каналов Центрального телевидения Российской Федерации. И то, что Анатолий Дарвич Юницкого действительно в 2000-х годах был в свой собственный испытательный полигон, на территории которого данная технология была продемонстрирована миру. И сегодня мы как раз таки делаем, что второй раз демонстрируем эту технологию. У компании существует четкий 15-й этапный план выведения данной технологии на транспортный рынок в период с 2014 по 2017 год. Сегодня мы находимся по этому бизнес-плану на шестом этапе развития технологий, который подразумевает целый ряд работ, которые необходимо выполнить, который подразумевает определенную сумму инвестиций, чтобы эти работы были выполнены. Итак, коллеги, еще один короткий ролик, который вам продемонстрирует, именно в то время, когда Анатолий Дарвич Юницкого был в свой собственный полигон в подмосковном городе Озеры. Еще раз огромное спасибо генералу, бывшему генералу и губернатору Красноярского края Александру Лебедю. К сожалению, он не может это детище увидеть своими глазами. Его не стало достаточно давно. Но, по крайней мере, добрая память об этом человеке сохранилась. Итак, короткий ролик и двигаемся с вами дальше. Готов, прием! В 150-метровый участок струнной дороги испытывают на прочность тяжелым грузовиком. Вместо привычных колес ездят на стиле специальными шасси с двумя ребордами. Внутри тонких рельс-струн натянуты тросы. Под струны, чтобы убедить в безопасности конструкции, становится автор проекта Анатолий Юницкий. Струнная тросбота-система, это очень надежная система. И доказательством того является то, что я стою под грузовиком в 8-12 тонн. Первым в мире струнным автомобилем управляет испытатель Виктор Крыженецкий. На случай экстренной эвакуации с 20-метровой высоты он пристегивает себя к страхующему фалу. Испытатель жмет на газ, и грузовик снова и снова взбирается на эстакаду. Кроме испытаний различных вариантов грузового СТЮ на полигоне в городе Озеры, был осуществлен также комплекс испытаний на моделях струнных дорог разных типов в масштабе 1 к 15, 1 к 10 и 1 к 5. Все модели действующие и полностью отвечают критерию физическая модель, то есть точки зрения физики соответствуют полноразмерным изделиям и позволяют моделировать статику нагружения и динамику движения. Был осуществлен также комплекс лабораторных испытаний и выполнены многочисленные продувки моделей воскоскоростных юнибусов в аэродинамической трубе, что позволило спроектировать самое экономичное колесное транспортное средство в мире. Кстати, одновременно в одном вагоне сможет ехать не больше 60 пассажиров. Никакой террористический акт этой дороги не страшен. Опыты показали, что если рухнет опора, юнибус будет ехать по-прежнему. Его лишь немного покачнет. Струнная дорога – это безопасный и комфортный транспорт. В заключении Анатолий Эдуардович поведал, что и нашу страну готов опутать с миллионами километров таких экологичных дорог. Они, по его словам, пройдут над горами, лесами и зелеными холмами. Как сказано в ролике, в планах в этом столетии построить не один миллион километров дорог по технологиям, разработанным Анатолием Дорадовичем Ленинским. На данном слайде вы видите короткий перечень тех структур, которые давали свои экспертные оценки, экспертные заключения в то время, когда у Анатолия Дорадовича был свой собственный испытательный участок или полигон в подмосковном городе Озера. Это Институт проблем транспорта Российской академии наук, Сибирское отделение Российской академии транспорта, Госстрой России, Министерство экономики и транспорта Российской Федерации, Петербургский государственный университет путей сообщения, ООН, про который мы с вами уже говорили. Было получено более 40 патентов различных на ноу-хау, которые используют Анатолий Дорадович в своей технологии. И на различных международных выставках, форумах было получено более 30 международных дипломов и наград, золотых медалей, кубков. На данном слайде вы видите, скажем так, перечень, наверное, основных преимуществ данной технологии по сравнению со всеми теми, которые мы имеем на сегодняшний день, которыми мы владеем. Это автомобильный транспорт, это воздушный транспорт, водный, речной, морской и железнодорожный транспорт. Наверное, на всех останавливаться смысла нет, но наиболее важное, на которое стоит обратить внимание, все, что связано с транспортом, оно, скажем так, обладает повышенным уровнем опасности. Мы знаем, что фактически ни один из видов транспорта, который на сегодняшний день есть в нашем распоряжении, нельзя назвать абсолютно безопасным. Так вот, высочайший и беспрецедентный уровень безопасности у технологии, разработанной Анатолией Дорадовичем-Ленинским. Ну, первое, что это транспорт второго уровня, и транспортные потоки, людские потоки будут разнесены по уровням. Соответственно, люди совершенно спокойно смогут гулять пешком, передвигаться по земле, не опасаясь того, что их кто-то собьет, наедет. В тех местах, причем, где их вроде бы сбивать не должны. К сожалению, происходит огромное количество аварий, где машины вываливаются на пешеходные дорожки, и далеко, скажем так, от самой путевой структуры автомобильной, например. Часто мы видим аварии, которые происходят на пересечении автомобильных дорог и железных дорог. Бывают железнодорожные катастрофы. В принципе, по статистике, в мире порядка миллиона людей ежегодно погибает в автомобильных катастрофах и авариях. Как говорит Анатолий Дорадович Юницкий, за ближайшие 100 лет мы сможем сохранить 100 миллионов человеческих жизней. И около миллиарда людей не станут инвалидами, потому что, как правило, после аварии у нас в десятки раз больше людей, которые пострадали и получили какую-то травму, и огромное количество тех, у кого качество жизни заметно снизилось по сравнению с тем, что было до аварии. На что еще можно обратить внимание? Действительно низкая себестоимость строительства и оказания транспортной услуги. Важно обратить внимание на то, что все дороги, которые мы имеем на сегодняшний день, их нужно поддерживать в работоспособном состоянии, то есть где-то раз в год, где-то раз в три года, где-то раз в пять лет, выделяется огромная сумма денег на то, чтобы, скажем так, путевая структура была нормальная, чтобы вся инфраструктура работала как нужно. Как заявляет Анатолий Дорадович Юницкий, путевая структура SkyWay, единожды построенная, сможет служить более 100 лет. То есть ее не нужно ремонтировать, рихтовать, подправлять и так далее. Что еще хотелось бы отметить? Какое еще преимущество? Высочайший уровень автоматизации. Кстати, если вернуться к безопасности, это тоже, наверное, имеет отношение к этому. То есть человеческий фактор будет сведен к минимуму, практически к нулю. Потому что будет высокий уровень автоматизации. Транспорт разработан Анатолий Дорадович Юницкий. Кстати, опять же, если вернуться к безопасности, то высочайшая ровность самой путевой структуры, потому что не будет сварочных швов, будет идеально ровная, скажем так, эстакада. И что важно, что запас по прочности путевой структуры по отношению к тем нагрузкам, которые эта путевая структура будет нести при передвижении транспорта, то есть при разгоне, при торможении, минимум 10-ти кратно. И каждое транспортное средство, которое будет передвигаться по путевой структуре Skyway, будет снабжено специальным противо-сходным устройством. То есть это одно из обязательных условий для транспорта, разработанного Юницким. Конечно же, очень важный фактор, если обратить внимание, быстрый срок окупаемости дорог, которые будут построены по технологии, разработанной Юницким. А это очень важно. То есть если люди будут вкладывать деньги в строительство дорог, бизнесмены, то есть даже те же страны какие-то, я не знаю, администрации городов, либо каких-то местностей, им тоже важно, когда деньги вернутся от данной технологии. Кстати, если говорить о стоимости, то данные дороги будут по цене доступны по сравнению с тем же железнодорожным транспортом. То есть стоимость билета, например, от Москвы до Питера будет порядка в 5 раз дешевле, чем то, что мы имеем сегодня на, я не говорю там на Сапсане, а на обычном пассажирском поезде, который передвигается между Москвой и Питером. Итак, коллеги, я думаю, вы уже успели, пока я говорил, прочитать основные преимущества данного транспорта перед всем тем, что мы имеем на сегодняшний день. Сейчас, так как мы кратко рассмотрели историю до, скажем так, 10-го года, до 14-го, наверное, года, когда мы начались первые инвестиции, следует отметить, что в 14-м году, скажем так, было проведено огромный объем организационных работ. Очень важной вехой в 14-м году стало открытие нашего научного предприятия на территории Республики Беларусь в мае месяце. А если говорить по 15-му году, который недавно буквально закончился, то важной вехой ровно год назад стало то, что компания определилась с земельным участком, за который мы стали биться, да, и на территории которого планировали построить эко-технопарк. В феврале месяце были сделаны первые эскизные разработки наших конструкторов, что у нас будет находиться на этом земельном участке, конкретной привязке к конкретной местности. В феврале месяце 24-го числа начала свою деятельность компании Skyway Capital. В апреле-май месяце Анатолий Дарвич Юницкий провел два раунда переговоров с нашими партнерами в Узненных Арабских Эмиратах, результатами которых, скажем, стало подписание договора о намерениях создания совместного предприятия, в которое потенциально арабская сторона готова будет вложить около 100 миллионов долларов США. Возможно, данное предприятие будет, скажем так, строить сертификационно-демонстрационный участок, такой, который мы сейчас строим в Белоруссии, на территории Эмирата Абудаби в 2019 году. И, может быть, будут строиться две дороги по технологиям Skyway от аэропортов к экспо-центру. В 2020 году выставка экспо будет проходить на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Что еще важно отметить? То, что в июне месяце окончательно на аукционе было определено, что земля в Минской области, в Пуховичском районе, недалеко от города Марина-Горка, закрепляется за предприятием струнной технологии, которым руководит Анатолий Дарвич Юницкий. В конце июня, 29 числа, была осуществлена регистрация договора в Едином государственном реестре недвижимого имущества Республики Беларусь. Вы видите этот номер. В июле была закончена реструктуризация группы компаний Skyway. То есть компания перерегистрировалась в Великобритании на Британские и Вирджинские острова. Мы перешли на другую валюту, то есть фунты стерлинга на доллары. И с этого момента те пакеты долей компании, которые есть в личном кабинете каждого нашего инвестора, они все рассчитываются в долларах США. Предполагаемая цена отдельно взятой акции в 2017 году, когда мы выходим на мировой рынок, будет составлять 1 доллар в Соединенных Штатах Америки. В сентябре месяце группа компаний Skyway, наше предприятие, получила международный инвестиционный код, так называемый i7. Это международный код ценной бумаги. Это та процедура, которую проходит большинство публичных компаний, акции которых котируются на различных международных биржах. В сентябре были переговоры с австралийской делегацией, которого возглавлял Род Хук, то есть это человек, который известен на территории Австралии. Он реализовал инфраструктурных проектов на сумму более 10 миллиардов долларов США на территории Австралии. И делегация во главе с Родом Хуком приезжала на наше научно-производственное предприятие на территории Республики Беларусь. В начале лета они ознакомились с тем, что из себя представляют дороги, что из себя представляет транспорт юридского. В сентябре они приехали, ознакомились с предприятием, которое находится на территории Республики Беларусь, поговорили с Анатолием Даровичем Леницким, провели переговоры, ознакомились со специалистами, которые работают в нашей компании. И уехали с твердым намерением в дальнейшем строить дороги на территории Австралии. Также очень важный момент, который произошел осенью 2015 года. Наша компания вместе с Пуховичским районным исполковым принимала участие в тендере в рамках программы «Зеленая экономика Республики Беларусь». То есть, было там целый ряд проектов, которые выдвигались на номинацию. Претендовали на тендер размером 5 миллионов евро, который был выделен на эти все проекты. И часть этих денег была выделена и на нашу компанию в том числе. Что еще хотелось бы отметить? В октябре 17-го числа на территории Экотехнопарка произошло торжественное открытие нулевого километра дороги Skyway. Вы видите нижний слайд справа, точнее нижнюю фотографию на этом слайде. И в ноябре 2015 года в конце компания пришла к тому, что запустила новый инвестиционный продукт, то есть предоставила возможность нашим акционерам, партнерам приобретать пакеты акций, пакеты долей компании в рассрочку. То есть, до этого не было. Это очень выгодно, потому что люди могут за незначительную ежемесячную оплату приобретать в итоге большой пакет акций на протяжении 6, 9, 10 месяцев. А компания может наперед рассчитывать на те деньги, которые придут в реализацию проекта. То есть, в виде, какое количество людей у нас оплачивает рассрочку на ближайшие 10 месяцев, например, до какого? До октября месяца. Уже можно планировать какие-то работы, четко быть привязанным к каким-то суммам. И, конечно, благодаря нашей маркетинговой работе расширять количество инвесторов и привлекать больше денег. Итак, коллеги, это то, что было сделано в 2015 году. Теперь 16-й год у нас на носу. То есть, что планируется сделать в 2016 году? Уже в январе, вот в этом месте, в котором мы с вами находимся, планируется начать строительство промежуточной опоры, еще одной анкерной, потому что одна анкерная опора уже возводится на территории экотехнопарка. Весной-летом будет осуществляться производство струнных ферм, установка натягивания струн, путевой структуры для городской трассы. Параллельно будет происходить изготовление подвижного состава, городские юнибусы навесные и подвесные, элементы системы безопасности, элементы системы управления, переключения, освещения. И планируется к осени построить трассу легкой городской системы прогулочного транспорта с юнибайками, а также завершить монтаж городской транспортной системы на территории экотехнопарка. То есть это та транспортная система, скорость, скажем так, городского транспорта предполагается от 50 до 150 км в час. Начать тестовые испытания, да, и опытно-промышленную отработку городского транспорта. Параллельно планируется начать строительство грузовой транспортной системы, то есть это также установок канкерных опор, промежуточные опоры, натяжение струн. И где-то к 2017 году, к началу, продемонстрировать работающий грузовой комплекс. Там будут и терминалы, там будут подгрузочные-разгрузочные станции. Будет как навесной, так и подвесной транспорт, грузовой и городской в том числе. К осени планируется закончить работы, связанные с городским транспортом, и планируется пригласить в октябре месяце представителей правительства. Наверное, в первую очередь, это, конечно, правительство Белоруссии на территории которой у нас осуществляется строительство. Но не исключен вариант, что будут, скажем так, административные сотрудники, чиновники, да, каких-либо других государств. Сейчас я сказать об этом не могу, в планах это имеется. Для того, чтобы продемонстрировать работающую транспортную систему. Это то, что у нас намечено на 2016 год. Обычно на вебинаре я показываю в итоге развития 2015 года. Да, у нас часто, поначалу, буквально еще год назад, наши инвесторы говорят, ну мы хорошо вложили мы деньги в январе 2014 года, вот уже год ждем, куда же они пошли, ничего не строится, многие стали волноваться, да, у кого-то стали сидеть в области, даже от того, что он сильно переживал. Может быть, даже были какие-то, скажем так, изменения в пищеварительной системе. Но, тем не менее, они все очень сильно обрадовались, потому что строительство началось. Вот. И сейчас я хочу продемонстрировать ролик, который показывает вам продолжение осуществления строительных работ на территории экотехнопарка в Республике Беларусь уже в январе этого года, да. Заодно вы посмотрите то, что уже сделано, то, что у нас, скажем так, помимо того, что возводится первая анкерная опора, уже построены и, скажем так, выставлены в ряд, целый ряд промежуточных опор. С комментариями Анатолия Дородовича Веницкого давайте мы посмотрим буквально там 3-5 минут этого ролика, да, и будем уже двигаться по предложению компании Skyway Capital. Хорошо? Поэтому я вас сейчас прошу на время внимательно, скажем так, посмотреть в экран монитора своего, даже если вы сейчас, скажем так, одним мухом слушали меня, а параллельно смотрели передачу Малахова, да, там что там где и прочее, поэтому посмотрите этот ролик и будем с вами дальше двигаться по нашему вебинару. Добрый день, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите выпуск новостей международной группы компании Skyway. Мы сегодня с вами находимся в Экотехнопарке. Наконец-то долгожданный, даже, я бы сказал, вожделенный момент, которого так ждали все наши инвесторы, партнеры, друзья нашего проекта. Итак, вы воочию сегодня сможете убедиться в том, что работа не прекращается, несмотря на небольшой перерыв, который был связан с праздниками. Все возобновилось, количество опор, которые уже установлены, о чем так долго гадали все наши зрители, сегодня вы сами увидите. Кроме того, сюрприз для вас. Сегодня на стройке все происходит под руководством самого генерального конструктора Анатолия Эдуардовича Юницкого. Анатолий Эдуардович, для наших зрителей, для похлонников, не боюсь этого слова, вашего тоже не боюсь этого слова проекта, расскажите о том, что сегодня происходит у нас в Экотехнопарке. Ну, мы устанавливаем следующие опоры, промежуточные. Вот, уже две установлены, сейчас третий и четвертый опоры. Это за сегодняшний день имеется в виду? Да. И мы, это начало скоростной трассы. Здесь будет городская трасса, километр 200 метров. И потом продолжение 15 километров, высокоскоростная трасса. Это будет одна трасса. Но те 15 километров выйдут за пределы участка. Мы сейчас находимся на территории участка. Здесь будет 19 промежуточных опорств. С полетом 50 метров. И на те 8 метров пройдет сама трасса. При этом это будет два в одном. Сверху высокоскоростной транспорт. На весной. На весной, а снизу под весной городской. В будущем мы потом сделаем и высокоскоростной под весной. Прекрасно. А сколько сейчас уже установлено опор? Наши постоянные зрители, которые следят, поклонники проекта, за обновлением новостей, все гадают. Кто-то там скажет, я был сегодня у Юницкого в конструкторском бюро. Там стоит уже столько. Другой говорит, да нет там. Вот реально, скажите, сколько на сегодняшний день установлено? Пролетит вертолет, сейчас снимет. Можно будет посчитать. Так, небольшая интрига пусть будет. Неклегко посчитать. Дело в том, что морозы сейчас, да, видите, сколько снега. Были праздники новогодние. Это, ну, несколько график сбился, да. И сейчас вот будем здесь, под следующую опору, там яма выкопана, ее не видно. Сейчас придется откапывать от снега. Поэтому из-за вот таких вот обстоятельств, ну, непрогнозируемых, да, несколько мы не отстаем от графика, чуть-чуть. Мы наверстаем и в январе уже все опоры промежутые будут стоять. Прекрасный прогноз. А как вы оцениваете работу смежников, подрядчиков? Ну, все идет по графику. В соответствии с финансированием работы. Может быть, следует попросить наших инвесторов, потенциальных в том числе, интенсифицировать свои усилия по финансированию работы? Конечно, это нужно, потому что когда падает скорость строительства, растут накладные расходы. И значительная часть средств уходит вот именно в это. То есть эффективность работ падает, когда недостаточно финансирования. Ну, это вообще известные факты, да. Поэтому, да, надо интенсифицировать. Видите, уже холодно. Холодно, да. А рабочим приходится везде работать, да. У меня уже зубы сводят. Необходимо интенсифицировать работу. Это привлечение инвестиций, безусловно. Это очень важно и значимо для нас, конечно. Уважаемые партнеры, защищайте свои инвестиции. Не прекращайте поддерживать наш проект. И тогда мы скоро достигнем желаемого результата. Безусловно. Строй Skyway. Спасай планету. Строй Skyway. Спасай планету. Спасай планет. Спасай планета. Спасай планета. Итак, друзья, вы видели ролик, который продемонстрировал то, что сейчас происходит на территории Минской области, в Пуховичском районе. Одно хотел бы добавить, что постоянно осуществляется авторский контроль, потому что Анатолий Дарвич выезжает из специалиста нашей компании не только на территории экотехнопарка, а также, скажем так, он ездит на предприятия, которые занимаются производством оборудования, элементов инфраструктуры экотехнопарка, осуществляет авторский контроль. То есть работы ведутся, и мы с каждым днем, с каждой неделей все ближе и ближе подходим к тому состоянию, когда данный транспорт сможет быть продемонстрирован, и мы начнем осуществлять сертификационные работы с целью дальнейшего выведения этого транспорта в 2017 году на мировой транспортный рынок. Коллеги, давайте вопросы вы мне напишите в конце, а сейчас, чтобы не отвлекаться, пойдем с вами дальше. Итак, коллеги, предложение компании Skyway Capital. Skyway Capital это та компания, которая занимается, как я уже говорил, непосредственно привлечением инвестиций с целью финансирования строительства экотехнопарка на территории Республики Беларусь. Вы видели ролик, в котором был покажен тестовый участок в подмосковном городе Озеры, и я думаю, он разительно будет отличаться от того, что мы делаем сегодня. Кстати, те из вас, кто обладает пытливым умом, кто ищет информацию, рекомендую вам выйти на канал компании Skyway Capital в YouTube, на канал просто Skyway, официальный канал группы компании Skyway, и найти там информацию, что из себя представляет экотехнопарк, то есть как будет выглядеть территория экотехнопарка, как будет выглядеть этот транспорт, то есть вы легко сможете найти эти ролики. Миссия компании Skyway Capital следующая. Вы знаете, что огромное количество людей, точнее, огромное количество компаний, работающих на международном рынке, имеет какую-то миссию, то есть по делу, в которой они, скажем так, внедряют жизнь, в каких-то еще и слоганы, например, компания Nike, Just Do It, Nokia, если вы помните, Connecting People или Connection People, я уже не помню, и так далее. У нас есть своя миссия, это обеспечение финансирования новой мировой системы транспортных сообщений, объединить ожидания людей всего мира в доступном, безопасном, высокоскоростном, экологичном виде транспорта, и при этом создать еще благоприятные условия для реализации потенциала каждого отдельно взятого инвестора, и в особенности тех людей, которые стремятся к такому состоянию, как финансовая независимость. Это то, на что ориентирована компания SkyWake Expert. Основная цель – это привлечение необходимого объема инвестиций, реализация технологий, о которой мы с вами говорили, первая часть нашего сегодняшнего вебинара. Это работа с нашими инвесторами, работаем, как мы уже говорили, по системе краудинвестинга, либо народного инвестирования, то есть привлечения денежных средств от физических лиц, и способствуем всеми своими действиями введения нового вида транспорта на мировой транспортный рынок. Задача, которую мы ставим перед собой – это привлечь максимальное количество инвесторов, максимальное количество инвестиций в наш проект на выгодных условиях раз и на основе микрофинансирования. То есть благодаря этому любой человек, будучи в социальном положении и находясь в статусе студента, либо пенсионера, я, кстати, не хочу обидеть ни студентов, ни пенсионеров, а просто, к сожалению, по крайней мере, территории Российской Федерации, стипендии студентов и пенсии далеки от того состояния, о котором мы мечтали. То есть размер этих, скажем так, денежных выплат ежемесячный далек от совершенствования. Скромно и красиво сказать. Если сказать просто, что дохреновый у нас этот уровень, нам платят очень мало. Только выживать позволяет, и далеко не везде, не во всех местностях, которые есть на территории Российской Федерации, либо других государств, которые находятся рядом с нами. В общем, не такие мы богатые люди. Так вот, для того, чтобы стать более успешным в финансовом плане, для того, чтобы, скажем так, чтобы начать свой рот, да, как говорит рынок Гейдж, и стать финансово обеспеченным, у вас есть возможность сегодня, приобретая за незначительную сумму, эквивалент 15 долларов США, небольшой пакет акций, который в дальнейшем вы сможете приобрести себе, еще один такой пакет, еще один такой пакет, увеличить портфель инвестиций в нашем проекте, и в итоге на выходе получить за каждую акцию, начиная, там, 17-го года, от доллара США, а по мере реализации проекта, по мере использования данной технологии при строительстве дорог в разных уголках земного шара, стоимость каждой, вы понимаете, будет расти. Почему? Да потому что технология применима, она используема, она ценна, да, она в себе несет что-то, что полезно людям. При этом задача создать благоприятные условия для привлечения этих инвестиций, чтобы вам было удобно становиться инвесторами, да, инвестируя денежные средства в наш проект, то есть имея, скажем так, устройство, позволяющее вам выходить в интернет, и, собственно, интернет у себя дома, да, то вы можете, проснувшись утром, даже не одеваясь, не умываясь, зайти в этот интернет, посмотреть информацию о нас и стать владельцем какой-то доли нашей компании, да, какой-то доли крупнейшей в будущем транспортной компании, перспективы, которую заявляет Анатолий Дарвич Юницкий, и в ближайшие там 5-10 лет от 30 до 50% всего мирового транспортного рынка. Вот такая емкость данной технологии. И, конечно же, наша задача обеспечить максимальную прозрачность тому, что делаем мы, тому, что делаете вы, и доступность для вас информации о развитии нашего проекта, о новостях компании Skyway Capital и технологии в целом, то есть обо всем о том, что может быть вам интересно. Мало того, у нас есть отдел информационной поддержки в городе Москва, у нас есть лунда технической поддержки, которая с удовольствием помогает нашим инвесторам разобраться во всем, что из себя представляет компания, о чем идет речь, что такое струнные технологии, какие шаги вам нужно проделать для того, чтобы зарегистрироваться у нас в компании, стать инвестором, и что вы еще при этом можете видеть. Реализацию проекта опять можно условно разбить на 4 части. Сегодня самое важное – это своевременное финансирование каждого этапа развития группы компаний Skyway в период 2014-2017 год. Как я вам говорил, мы сегодня находимся на 6 этапе. Важная задача сегодня – это строительство экотехнопарка. Третьим этапом дальше будет реализация адресных проектов. То есть тогда, когда будет собрана необходимая сумма денег на строительство экотехнопарка, демонстрацию технологий и сертификацию, прекратится инвестирование в корневую технологию, и после этого люди, проснувшиеся, не верившие до данного момента, которые, скажем так, почему-то зажимали свои деньги, прятали их в подушку, зашивали в матрасы, не хотели инвестировать в нашу технологию, они смогут проинвестировать только отдельно взятые адресные проекты. И, конечно же, в дальнейшем, после строительства дорог по технологии Skyway, это получение прибыли. Это можно назвать четвертым этапом. Итак, о компании можно так кратко подвести итог. Зарегистрирована в Великобритании. Возможность инвестирования есть практически из любой страны мира. Приобретая пакеты акций или бедолей компании Skyway Capital, вас заносит реестр корневой компании, и вы становитесь владельцем корневой технологии. Возможность у нас предоставляет стать инвестором и юридическим, и физическим лицам. Круглосуточная работа и силы технической поддержки. Ваши денежные средства, которые вы вкладываете в наш проект, имеют уровень капитализации от 1000% и более. На сегодня больше скажу, от 4 с лишним тысяч процентов. Когда-то мы придем к 1000% капитализации. На каждом последующем этапе развития технологий, как я сказал, их будет 15, уровень доходности либо дисконт на каждом пакете акций будет снижаться. Те люди, которые стали инвестором в нашем проекте в январе 2014 года, у них был максимальный уровень доходности. То есть минимальный пакет уровень до 250, максимальный до 1500. Сейчас у нас уровень доходности по тем пакетам, которые не относятся к акции, действующей нашей компании, от 53 до 500. В ближайшее время мы можем перейти на следующий подэтап развития, шестого этапа технологии Skyway. Соответственно, этот уровень доходности снизится. В среднем у нас снижение происходит от 2-3 до 10% на разных пакетах долей компании. В дальнейшем, приобретая сегодня доли компании, группы компании Skyway, в проекте Skyway, вы будете получать, можете получать пожизненные дивиденды сами. Потом вы сможете это передать по наследству. Скажем так, если ваши дети, внуки захотят быть успешными, богатыми, и путешествовать по миру, наслаждаться этой жизнью, а не ломать себе голову, где еще устроиться на пятую работу, чтобы хватило на хлеб. Итак, коллеги, инвестируя в технологии, вы сможете получать в дальнейшем прибыли от каждого построенного километра дорог, а сейчас, на данном этапе, вы можете создать свой собственный бизнес благодаря партнерской программе, которой есть компания Skyway. Что я хотел еще вам сказать. На данном слайде вы видите те пакеты акций, которые были еще с утра. В личном кабинете в разделе «Инвестировать» каждого нашего партнера. Буквально полтора часа назад руководство группы компании Skyway и директор компании Skyway Текция приняли решение зафиксировать курс доллара на отметке 75 рублей. Соответственно, стоимость пакета будет не 1170, она немножко меньше, она будет порядка 1135, если не ошибаюсь. То есть, если мы 75 умножим на 1125, внимание, пакеты. Соответственно, все пакеты точно так же будут привязаны к курсу доллара 75. Это, наверное, та хорошая новость, которую я хотел озвучить сегодня в вебинаре. Если кого-то она обрадовала, вы можете поставить плюс. Почему она должна радовать? Я предполагаю, знаете почему? Потому что сегодня курс доллара на бирже, например, в Российской Федерации, запрыгивал на уровень 85, потом, правда, немножко отыграл до 84. Курс Центробанка на завтра 84, там чуть ли не 50. Перед началом введения данного вебинара курс доллара на бирже в Российской Федерации составлял там 83,57. У нас курс 75, поэтому это очень выгодное условие приобретения пакета факций сейчас, в данный момент, в компании Skyway Tech. Я вам рекомендую всем использовать данную возможность, дать информацию тем людям, которые вас окружали, тем, кто, скажем так, как я говорил, держали деньги прижатые на груди уже на протяжении последних 10 лет, небольшую там сумму в мешочке, не знаю в чем, вот, либо зашитые в одежду, и сказать им, что деньги эти, скажем, обесцениваются быстрее, да, чем ты просто споришь свою подушку, поэтому можешь проинвестировать небольшую сумму в наш проект, и эти деньги, скажем так, приумножатся. Вы минимум 53 раза, а я вам потом еще покажу пакеты, которые у нас здесь и просрочки, там минимально от 130 и до 300. Итак, коллеги, я вижу, некоторые пишут у нас вообще корову. Да, в Казахстане, кстати, и в Азербайджане буквально, вот, пару недель назад, там, месяц назад, да, очень сильно девальвировала валюта этих стран. То есть бывшие страны СНГ колбасит, вы знаете, по-настоящему, можно так сказать, да. Но, тем не менее, вы знаете, для тех людей, вот, опять же, я никого не хочу обидеть, те, кто мало зарабатывал, курс 70 для них был большим, 85, в принципе, то же самое, да, либо 50. У нас есть отличная возможность, не перетаскивая мешки, там, не копая глубоких ям, не занимаясь тяжелым физическим трудом, начать зарабатывать деньги, благодаря вот той самой партнерской программе, которая предоставляется каждому человеку, кто стал нашим инвестором, партнером. Вот. Это партнерская программа, о которой буквально два слова сегодня и подробно завтра в 13 часов на вебинаре, который у нас будет в этой вебинарной комнате. Поэтому, если вы хотите узнать подробности партнерской программы, которая у нас действует с понедельника, с 20 часов, да, с 18 января, приходите завтра сами на вебинар и приглашайте тех людей, которые сильно переживают по курсу доллара, да, сильно расстраиваются о том, что он растет, понимают, что у них не очень большой доход на сегодняшний день, поэтому вот этот доход можно создать, приумножить и в итоге, скажем так, изменить тот стиль жизни через какой-то промежуток времени, то есть жить в большем доставке. У партнерской программы существует огромное количество преимуществ, здесь перечислены основные из них, то есть для того, чтобы зарабатывать серьезные деньги, достаточно проинвестировать небольшую сумму 15 долларов США, у нас нет необходимости по мере роста вашей квалификации ее подтверждать, как это происходит в мире обычном. Я думаю, вы знаете таких людей, как врачи, вы знаете таких людей, как педагоги, да, и вы знаете, что у них есть доплата за больший уровень квалификации, то есть у них есть категории. Есть, например, такие люди, как военнослужащие, у которых есть там звание, должность и у них есть тоже классность. Чем выше ваша классность, тем больше ваш доход. Есть рабочие специальности, есть разряды, да, чем выше ваш разряд, тем больше денег вы получаете. Так вот, для того, чтобы этот разряд, скажем так, иметь, его необходимо периодически подтверждать. Если вы его не подтверждаете, то у вас он становится меньше, соответственно, вам выплачивают тоже меньше. У нас высокий процент выплат с первого поколения от тех инвестиций, которые вы привлекаете лично благодаря своей активной деятельности, да, и от 0,2 до 7% с глубины вплоть до 20 уровня партнерской структуры. Нет ограничений по количеству тем людей, по количеству тех людей, с которыми вы можете поделиться информацией, зарегистрировать их в наш проект, они могут стать инвесторами, а вы будете получать максимальный доход с первого поколения. То есть их может быть два, их может быть пять, их может быть двести, их может быть две тысячи. Важно соизмерять просто, скажем так, свое время, потому что если вы сразу найдете 20 человек и все они будут там в один голос кричать «Научи мне зарабатывать», то есть у вас не хватит 24 часов в сутки, чтобы всем вам объяснить простые вещи и так далее, и так далее. А работа, кстати, наставника, вот, за что вы, кстати, получаете деньги, да, это просто разъяснить людям, что из себя представляет наш проект, дать им возможность ознакомиться с технологией и научить их делать простые шаги по привлечению, скажем так, партнеров в этот проект, соответственно, зарабатывать деньги по партнерской программе. Бонусное вознаграждение, которое вы получаете, оно вам начисляется на бонусный счет и на акционный, то есть у нас есть два счета. С бонусного счета вы можете деньги выводить, заработанные, либо приобретать пакеты акций, то есть увеличивая свой портфель инвестиций в нашем проекте. С акционного счета вы деньги можете потратить только на покупку акций. Соответственно, если вы будете принимать даже небольшое, скажем так, участие в нашем проекте и периодически активничать, регистрировать там раз в месяц одного человека, либо раз в три месяца, если этот человек что-то приобретет, да, то вам на акционный счет упадет сумма, которую вы в дальнейшем сможете реализовать на приобретение пакетов акций. Соответственно, портфель инвестиций в нашем проекте будет расти гарантированно, потому что у вас будут деньги на акционном счете и вы сможете потратить на приобретение пакетов акций. Задача партнерской программы привлечения суммы порядка 300 миллионов долларов США за ближайшие 2-2,5 года в наш проект – это открытие региональных представительств. Для представителей, для наших региональных партнеров есть отдельная мотивационная программа, о которой по понедельникам и вторникам рассказывают Ирина Волкова и Нета Анджины. То есть следите за этими вебинарами, если у вас есть желание, нужно оформить заявку и стать представителем нашей компании в регионах. В дальнейшем это создание адресных проектов, а в целом это оптимизация всех проектов, которые, точнее, бизнес-процессов с целью максимального привлечения инвестиций в наш проект. У нас есть инструменты партнеров в личном кабинете каждого нашего инвестора. Вы видите раздел «Инструменты партнеров». Вы можете зайти в этот раздел. Первое, на что стоит обратить внимание, это реферальные ссылки. То есть вы можете их скопировать с правого вида и разместить в интернете. Будь то в социальных сетях, будь то в статусе скайпа, вы можете эти ссылки отправлять по электронной почте, либо в каких-нибудь мессенджерах, где вы обмениваетесь информацией со своими друзьями, давать людям либо, скажем так, ссылку на то, чтобы они ознакомились с информацией на нашем сайте, либо на логинку инвестора, либо сразу же давать ссылку на регистрацию в личном кабинете, если люди уже разобрались, они регистрируются, становятся вашими партнерами и, соответственно, вы в дальнейшем можете зарабатывать здесь деньги. Следующий инструмент называется «Баннеры» для тех людей, которые более продвинуты в нашем бизнесе и которые не понаслышке знают, что такое инфобизнес. У них могут быть интернет-ресурсы, такие как блог, сайт, сайт-одностраничник. Они могут размещать на этих ресурсах баннеры. Баннеры у нас 60 видов и эти баннеры будут приводить людей, если они будут кликать по этой картинке, либо на официальный сайт, либо на логинь партнеров. Для того, чтобы это все сделать, нужно скопировать HTML-код и те люди, кто умеют это делать, размещают у себя на страничке баннеры того размера, который им подходит. Они могут выбрать здесь, как я вам говорю, у нас порядка 60 видов баннеров. То есть это инструмент, который тоже приносит свои плюсы, свою пользу. Раздел «Новостей» есть на сайте, которые тоже можно отнести к инструментам, потому что напротив каждой новости у нас есть кнопки соцсетей. Вы видите здесь 5 кнопочек. Если вы зарегистрируете какой-либо из этих соцсетей, вы нажимаете на кнопку этой соцсети, высвечивается панель, в которой вы вводите информацию, о чем данная новость, и нажимаете «Разместить». Данная новость размещается на вашей странице. Друзья, которые у вас есть на этой социальной сети, увидят информацию о том, что вы что-то разместили, могут выйти, познакомиться с этой информацией, потом перейти на сайт, зарегистрироваться. К этой новости из личного кабинета прикреплена точно так же ваша реферальная ссылка. Поэтому используйте данный формат инструмента. У нас есть вебинары, вот такие, презентация, вебинар по партнерской программе по вторникам и пятницам. Целый ряд обучающих мероприятий, которые проходят в нашей компании, в вебинарной комнате. Просто следите за расписанием, которое у нас есть. Еженедельно мы отправляем по электронным адресам, по базе наших партнеров, расписания, вебинаров, обучающих мероприятий. Периодически проходят различные промо-акции. И я думаю, многие то, что я говорил, знают. У нас сейчас действуют акции по приобретению пакетов акций в рассрочку. В понедельник появились новые пакеты. Буквально через пару минут я открою свой рабочий стол и в личном кабинете мы увидим, где находится и что есть, и те пакеты, которые вы можете приобрести. Есть возможность обращения в службу технической поддержке со страницы сайта либо из личного кабинета. Справа, когда вы заходите в личный кабинет либо на сайт, есть панелька, которую вы кликаете, и у вас открывается окошко, где внизу вы можете ввести свой вопрос, написать, описать ту ситуацию, которая у вас произошла, и специалист нашей технической поддержки либо сразу вам даст готовый ответ, либо внесет информацию, которую вы дали здесь в этом окошке, оформит заявку, и уже специалисты тех отделов, к кому было это обращение, разберутся с данной заявкой и выдают положительный результат. Также у нас есть возможность, как я сказал, открытия представительств компании, стать нашим региональным партнером, региональным лидером. Это возможность получить еще один источник дохода в рамках компании Skyway Capital. По сути дела, это франшиза, готовый бизнес подключить. У вас появляется возможность получать дополнительные бонусы, у вас появляется возможность стать крупным акционером нашей компании, и также получать еще поддержку от людей, находящихся в Москве в отделе информационной поддержки и службы технической поддержки в формате 365 либо 366 дней в году, 24 часа в сутки. Наши специалисты готовы вам помогать развиваться. В целом, проект нашей компании Skyway Capital можно назвать действительно прекрасной возможностью для каждого человека, проживающего в разных уголках земного шара, принять участие в крупном инновационном инновационном проекте, приложить свои физические усилия, моральные, духовные, финансовые, которыми вы располагаете. То есть, если у вас есть какая-то сумма денег, которую вы получаете ежемесячно, то вы можете выделять, например, десятую часть этого дохода для того, чтобы стать владельцем какого-либо пакета акций нашей компании. То есть, не надо тратить все, не надо что-то продавать для того, чтобы купить пакеты наших акций. Не надо лишать своих родственников какого-то приема пищи, например, вы сказали, я решил стать инвестором в Skyway, теперь вы не будете завтракать, потому что других денег я взять нигде не могу. Этого делать не нужно. Поэтому, по мере возможности, ту незначительную сумму денег, которую вы можете выделить, не ущемляя себя, своих родных в тех правах, либо в тех вкусностях, к которым, может быть, они уже привыкли, вы можете стать инвестором в нашем проекте. Теперь, как я вам обещал, я хочу перейти в раздел «Инвестировать личного кабинета» партнера компании Skyway Capital. Я сейчас открываю свой рабочий стол и прошу вам дать потом мне информацию в нашем чате вебинара в виде плюсиков. Одно добавлю, у меня времени совсем немного, буквально 2-3 минуты. Я сейчас вам дам информацию о том, что я хотел сказать. В 19 часов у нас начнется вебинар Владимира Матлова по адресным проектам. Поэтому буквально в течение минуты я вам покажу, что у нас есть в разделе «Инвестировать» нашего личного кабинета. Я так понимаю, что демонстрация моего рабочего стола началась. Поставьте плюс хотя бы один человек, чтобы я в этом убедился. Итак, коллеги, в разделе «Инвестировать» нашего личного кабинета партнера компании Skyway Capital есть сейчас, скажем так, акционный пакет акций. Вы можете приобрести в рассрочку за 25 долларов ежемесячно на 10 месяцев пакет, который вам позволит после окончания этой рассрочки получить на руки 32 500 акций компании Skyway Capital. Если вы будете оплачивать ежемесячно 100 долларов, то уровень доходности вашего пакета составит 220, либо дисконт, это называется. И на выходе после 10 месяцев оплаты, вы можете, кстати, оплатить быстрее, но если вы выбрали себе каждый месяц по 100 долларов выделять на приобретение пакета фактов в рассрочку, то на выходе будет 220 000 акций. С понедельника у нас действует пакет рассрочки на 6 месяцев, который разбит на 3 блока, называется он «Сеньор». Вы оплачиваете по 50 долларов первые 2 месяца и уровень доходности в этом случае будет 100, то есть за вами фиксируется 10 000 акций. В 3-4 месяце вы платите по 50 долларов, уровень доходности становится 250, за вами закрепляется 25 000 акций. И в 5-6 месяце вы платите по 50 долларов, здесь уровень доходности 300. За вами закрепляется еще 30 000 акций. Соответственно, суммарно у вас получается пакет размером 65 000 акций. За 6 месяцев ваша оплата вы 50 долларов. И у нас есть пакет бизнес, рассрочка рассчитанная на 9 месяцев, то есть каждый месяц вы приобретаете пакет акций размером, точнее не пакет акций, а оплачиваете 200 долларов США. За вами в итоге бронируется пакет на выходе через 9 месяцев 450 000 акций и помимо всего прочего компания, если вы четко следуете этой рассрочки и все оплатили срок, 90 000 акций начисляет вам на ваш премиальный счет, то есть в итоге суммарно вы получаете 540 000 акций компании Skyway Capital. Для людей, которые готовы сразу оплатить 1000 долларов США с уровнем доходности 300, вы получаете на выходе 300 000 акций компании Skyway Capital и памятную монету с изображением нулевого километра дороги Skyway. Помните, я говорил в процессе нашего вебинара, что у нас было торжественное открытие нулевого километра в Республике Беларусь. Это было 17 октября. И есть пакет за 250 долларов, если вы динаразово готовы оплатить 250 долларов, вы можете приобрести сразу 32 500 акций компании Skyway Capital. Также в разделе инвестировать вы видите те пакеты, которые у нас есть стоимостью 15 долларов, 30, 60. И вот уже если мы сравним, например, пакет стоимостью 200 долларов, да, уровень доходности 102, 250 долларов, который у нас есть сейчас, уровень доходности 130. Пакет стоимостью 350 долларов, уровень доходности 123. Поэтому вот этот синий акционный пакет купить выгоднее. Итак, коллеги, то, что касается нашего личного кабинета, единственное, что я добавлю, теперь у нас у каждого партнера в разделе инструменты партнера в личном кабинете есть план вознаграждения, то есть партнерская программа компании Skyway Capital. То есть кликнув по этой вкладочке, вы переходите на страницу, где можете ознакомиться с каждой квалификацией, которая есть в маркетинг-плане компании Skyway Capital. Мало того, на каждой этой странице, будь то партнер, консультант, лидер, мастер, либо эксперт, вы можете кликнуть на скачать описание в формате PDF, и вы это скачаете на свой компьютер, и скачать слайды презентации, то, что вот завтра будет 13 часов у нас на вебинаре, да. То есть, если вам необходимо кому-то рассказывать о возможности заработка деньги сейчас, вы можете презентацию себе скачать и просто листать слайды на своем компьютере и рассказывать, что будет получать человек, если он достигнет какого-то квалификационного уровня. Все условия там тоже прописаны. Итак, коллеги, это то, что я вам хотел рассказать сегодня на нашем вебинаре. Вот. Если какие-то вопросы, таких глобальных вопросов нет, я вам предлагаю сделать следующее. То есть, информацию, которую дает Владимир Маслов, она очень интересная. Вот уже две минуты, я думаю, там сейчас пока идет опрос, всем ли все понятно, всем ли слышно и так далее, и так далее. Вот. Хорошо, Людмила, я в чате Skyway, группы компании Skyway, ваш отчет себе сохраню. Вот. А всем остальным, наверное, хочу сказать следующее. Друзья, спасибо вам большое, что были сегодня с нами. И потому, что ваш, скажем так, звонок очень важен для нас, да, как это говорят традиционно в каких-нибудь службах поддержки банков там и так далее, и так далее. И наш оператор обязательно вам ответит через 23 часа 20 минут. Вот. То, что мы проводим для таких, как вы, мы даем информацию людям, которым интересно разобраться в нашем проекте. Вот. Если вы будете приглашать партнеров к нам на данный вебинар, соответственно, есть вероятность того, что эти люди в итоге примут решение стать вашими партнерами, проинвестировать наш проект, продвинуть нашу технологию, а вы еще при этом заработаете денег. Вот что с 20 февраля по 8 марта ожидается? Вы знаете, ну вот сейчас не могу сказать, потому что не обладаю способностями Ванги, вот, Эдры Кейси. Поэтому вот именно в этот промежуток времени вы сможете выйти к нам на сайт, либо заглянуть на свою почту. Я думаю, если что-то будет такое серьезное происходить, то обязательно об этом узнать. Итак, коллеги, спасибо вам большое. До новых встреч. Завтра буду рад вас видеть на вебинаре по партнерской программе. Кстати, завтра в 19 часов также будет вебинар, который будет рассказывать о методах, способах построения партнерской структуры. Его будет проводить Григорий Мирошниченко, известный специалист в этом направлении. Тоже рекомендую вам этот вебинар посетить. До новых встреч. Всем отличного вечера. Здоровья, любви и денег. До свидания.